Особое внимание города за последний период было направлено на подготовку курорта к зимним военным играм. Они стартуют 24 февраля. Соревнования, в которых примут участие олимпийцы, пройдут в прибрежном и горном кластерах. Посещение всех спортивных мероприятий бесплатное, а пока в ближайшие два дня необходимо завершить генеральную уборку на дорогах, улицах и придомовых территориях, отметил городоначальник. Все делается для того, чтобы эти люди, которые приезжают сегодня с зимы, из Москвы, либо из других городов, чтобы они окунались не только в теплое, красивое солнце, а и в ту чистоту, и благоустройство, которое в городе Сочи поистинно должно быть. Общегородской субботник, прошедший в минувшие выходные во всех районах, привлек к уборке около 3,5 тысяч сочинцев. Результаты хорошие. Рассобраны целые свалки. Тем не менее, проблема с мусором на курорте будет существовать до той поры, пока не построят мусороперерабатывающий завод, уверены власти, которые добились, чтобы Сочи наряду с Казани и Подмосковьем вошел в федеральную программу по строительству современного экологически чистого мусорного комбината, у которого на верхнем этаже есть даже ресторан. Именно такой завод стоит в центре Вены. В Сочи такому заводу быть, и это однозначно, но с местом его нахождения определяться с учетом мнения экологов и архитекторов. Обсудили на планерке и вопрос пожарной безопасности. К сожалению, не все дома и объекты в городе имеют необходимые средства защиты и соответствуют требованиям Госпошнадзора. Большей частью это касается новостроек, где нет пожарных подъездных путей и гидрантов. Анатолий Пахомов распорядился создать специальную комиссию, которая проверит узаконенные по суду дома во всех районах курорта. Все, что было построено самостроем, возьмите 10-12 лет, вот, да, то есть эти все объекты необходимо проверить на предмет того, соответствуют они пожарной безопасности, либо нет. Если они не соответствуют, мы либо в судебном порядке будем этих людей, которые думают, что они уже день не проели, подымать и говорить, вы не доделали, это приведет к трагедии, как это прошло в Краснодаре. «Ответственными за пожарную безопасность должны быть управляющие компании и сами жители», подчеркнула Анатолий Пахомов. Все ли приняты меры по пожарной безопасности проверят и в селах, особенно в тех отдаленных местах, где есть нехватка воды. Обсудили на совещании также проблему бродячих животных и брошенного транспорта. И если отловом животных занимаются специализированные организации, то автохлам должны вывозить их владельцы самостоятельно. В противном случае к ним будут приняты меры административного воздействия.